У автолюбителей Видного проблем хватает, но две главные. Кольцевая развязка на проспекте Ленинского комсомола и выезд с Советской на Школьную. Но если реконструкция ПЛК дело решенное, то со второй развязкой все не столь радужно. Путь устранения проблемы озвучила начальник управления дорожного хозяйства, многоустройства и транспорта администрации Ленинского района Вера Попова. Сейчас они потоком вливаются в одну полосу движения. Для этого надо на существующей улице Школьная в одну сторону и в другую, буквально по метру от существующей дороги уйти в пределах газонного сейчас покрытия, которое есть. И потом, доведя полосы движения до нормативно допустимых, это три метра, как в Москве делают, и отбив буквально горизонтальной дорожной разметкой, сократить их по минимальному, сделать две полноценных и для заезда, и для выезда. Нынешняя организация дорожного движения создает проблемы прежде всего тем, кто хотел бы повернуть с улицы Советской направо. Впрочем, и остальные водители оценивают ситуацию с развязкой не лучшим образом. Часто здесь приходится время терять? Довольно часто. Особенно по утрам. То есть час пик, и здесь всегда пробка. Более-менее. Ну, по сравнению с Москвой, с другими местами Москвы. Стою здесь все время. Здесь, наверное, пятый раз проезжаю. Сейчас еще хорошо. До этого там стоял, наверное, пешеходного перехода, который там внизу. Часто здесь приходится вот так стоять? Каждый раз. Простите, зеленый. Я сейчас тоже пробку создам. Ситуация усугубилась вместе со строительством новых районов. Предварительный план генерального ремонта предусматривает создание отдельной полосы для поворота направо и возможность поворота налево с двух полос. И далее переход на двухполосное движение. С нашей стороны было дано, конечно, предложение на выделение денежных средств на разработку проекта капитального ремонта. Как раз-таки участок, начиная от пересечения Советской с улицы Школьная, и Школьная уже в сторону вне Икопа до конца, до улицы Олимпийской, для выезда потом на улицу Старонагорная. Вопрос рассматривали депутаты городского поселения Видное. Рядом с дорогой проходят подземные коммуникации, чтобы учесть все нюансы, необходим проект. На подготовку его требовалось чуть больше 9,5 миллионов рублей. Но видновские депутаты решили, что выделять деньги пока рано. Этот вопрос стоял на совете депутатов городского поселения Видное. Да, и комиссия о чем говорит? Что пока что не будет построено выездов из 6-го микрорайона, пока не будет выполнено обязательство Министерства и Капитала, решение данной дороги, выделение даже на проект денег, денежных средств, это нецелесообразно. Депутаты предполагают вернуться к рассмотрению этого вопроса в следующем году. А значит, как минимум на год откладывается и решение этой проблемы. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.